Здравствуйте! Сегодня мы будем изучать системы зажигания, а также осциллограмму высокого напряжения. В первую очередь я напомню то, что я рассказывал в курсе практик о системах зажигания. Конечно, я не буду рассказывать это настолько подробно, насколько это рассказано там, но самую необходимую информацию, самую важную информацию, которую нужно знать, прежде чем работать с прибором, я обязательно напомню. Вкратце напомню и нарисую это на доске. Итак, система зажигания. На современном автомобиле система зажигания является исполнительным элементом системы управления двигателем, исполнительным механизмом. Если раньше система зажигания на старых моторах выполняла функцию формирования угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки, в зависимости от частоты вращения, то сейчас она только лишь формирует искру и подает ее в цилиндры, не более того. Что это означает? Если вы видели старые распределители зажигания, трамблеры так называемые, то в них установлен вакуумный регулятор угла опережения зажигания, центробежный регулятор угла опережения зажигания, установлены контакты. Одним словом, система зажигания – это была некая такая законченная система, которая выполняла достаточно много функций. Современная система – это не более чем исполнительный элемент системы управления двигателем. Все параметры и угол опережения зажигания, и время накопления энергии задаются электронным блоком управления. Я не буду даже вспоминать о тех старых трамблерах, о тех старых системах зажигания. Мы будем говорить только о тех системах современных, которые устанавливаются на автомобиле последние 25 лет. Что представляет из себя система зажигания вообще? Ее можно разделить на две части. Первичная цепь и вторичная цепь системы зажигания. Я делю доску на две части. Первичная и вторичная. Первичная цепь включает в себя первичную обмотку катушки зажигания, конечно же. Я напомню, эта катушка содержит небольшое количество витков. Вторичная цепь содержит также обмотку уже с большим количеством витков. Коэффициент трансформации достаточно высокий. Фактически это трансформатор. Катушка зажигания представляет собой трансформатор. Вспоминайте курс практик. Далее. Я рисую аккумулятор. Минус аккумулятора у нас сидит на земле. А плюс аккумулятора подается через выключатель зажигания на первичную обмотку катушки. Если вы возьмете любую электрическую схему системы зажигания, вы увидите вот эту вот цепь. Обязательно увидите эту цепь. С плюса аккумулятора через замок зажигания на катушку. Может быть через какое-то реле еще дополнительное. Тут все просто. Сложность заключается вот в чем. Вот здесь катушка подключается точно так же к массе, к земле, через, пока скажем так, некий ключ. Так вот, в старых системах он находился внутри трамблера. Я сейчас не буду даже вспоминать об этом, не буду даже перечислять их. В новых системах этот ключ находится внутри электронного блока управления. И поставлю восклицательный знак. Вот так выглядит современная система зажигания. Первичная цепь современной системы зажигания. Ключ, который подключает первичную катушку к массе, находится внутри блока управления. Или вы можете увидеть какой вариант. Здесь у нас не блок управления, а некий модуль зажигания, скажем так. Модуль зажигания. Небольшое электронное устройство. Электронный блок управления отправляет в модуль зажигания управляющие импульсы. Вот такая схема. Еще раз. Вот этот ключ может находиться либо внутри ЭБУ, либо внутри некоего модуля зажигания, управляемого опять-таки из ЭБУ. Что мы измеряем здесь, вот в этой первичной цепи? Мы измеряем так называемое первичное напряжение. Снимаем осциллограмму первичного напряжения. Она снимается вот с этой точки. Вот с этой точки. Точку эту очень легко найти, очень легко понять, где она. Это та точка, где размыкается масса катушки зажигания. Вот вывод, который идет на массу через какой-то ключик. Пожалуйста, подключаемся вот сюда. Вот это первичная цепь осциллограмма первичного напряжения. Как она выглядит? Здесь я немножко остановлюсь подробнее. Если бы вот эта катушка обладала только активным сопротивлением. Что такое активное сопротивление? Ну, попросту говоря, это сопротивление куска провода. Вот это активное сопротивление, еще амическое сопротивление его называют. Если бы она обладала только таким сопротивлением, какую бы мы увидели осциллограмму? Осциллограмму я, пожалуй, нарисую вот тут. Посмотрите, ключ разомкнут. Ну, зажигание, конечно, включено. Зажигание включено. Ключ разомкнут. Что здесь будет? Здесь будет 12 вольт с аккумулятора. Ну, 12,7. Сколько это? 12,5. Не суть важна. Как только ключ замкнули, то напряжение, конечно же, упало практически до нуля. Почему практически до нуля, а не просто до нуля? Потому что вот этот ключик тоже обладает сопротивлением. И по закону Ома на нем падает некое напряжение. Поэтому здесь мы увидим не ноль, мы увидим некое напряжение. Я очень подробно рассказывал об этом в уроке, посвященном проверке качества питания и качества массы. Вспоминайте, да? Так как у нас здесь есть сопротивление, то мы имеем здесь падение напряжения. И это самое падение напряжения мы здесь и увидим. Буквально совсем немного, но тем не менее оно здесь будет. Далее. В какой-то момент ключ размыкается. Если бы катушка была только лишь резистором, если бы она обладала только амическим сопротивлением, то было бы все просто. Ну, предположим, вот здесь разомкнули. Это было бы вот так. И все. Но катушка обладает индуктивностью. Вспоминаем из курса физики. В любой индуктивности возникает ЭДС самоиндукции. И чем выше индуктивность катушки, тем выше это ЭДС. Что такое ЭДС самоиндукции? Это некая такая электродвижущая сила, ЭДС, которая препятствует изменению тока через катушку. Через эту вот цепь. Попросту говоря, если ток нарастает, то ЭДС самоиндукции стремится этот ток уменьшить. Она возникает навстречу этому току. Если ток уменьшается, то ЭДС самоиндукции, наоборот, старается этот ток поддержать. Поэтому, когда мы размыкаем цепь, вот в этот момент, у нас не просто напряжение вернется вот так на уровень 12,7, а мы увидим всплеск напряжения, действие вот той самой ЭДС самоиндукции. Мы здесь увидим вот такой всплеск. Ну и это еще не все. Это еще не все. Дальше я еще исправлю эту осциллограмму. А вот здесь у нас вторичная цепь. И эта вторичная цепь, давайте пока очень условно нарисуем просто здесь вот такой разрядник. Что происходит во вторичной цепи? Так как это у нас трансформатор, то во вторичной цепи отображаются процессы, происходящие здесь. И наоборот, на первичную цепь воздействуют процессы, происходящие вот тут вот. В момент возникновения вот этого индуктивного выброса на первичной катушке, на вторичной возникает точно такой же выброс, но во много раз больше. Потому что вот этот трансформатор имеет очень высокий коэффициент трансформации. Если на первичной катушке вот этот выброс составляет порядка 300-500 вольт, ну вот такого, скажем так, порядка, да, этот выброс, то на вторичной, трансформировавшись, он превращается уже в порядка 30-40 киловольт. 30-40 киловольт генерируется вот тут. И в момент, когда мы размыкаем первичную цепь, вот этот импульс пробивает искровой промежуток, и вот здесь начинает идти ток. Начинает идти ток. Начинается горение искры, ток в газах, то, о чем мы говорили в курсе практик. Начинается движение заряженных частиц, ток в этой цепи, и в итоге этот ток как будто бы в зеркале отображается вот тут, на осциллограмме первичного напряжения. Мы увидим здесь, как горит искра. Увидим горение искры. Увидим вот такую картину. Это осциллограмма первичного напряжения. Осциллограмма первичного напряжения. Вопрос. Когда мы пользуемся этой осциллограммой? На самом деле диагностика системы зажигания это такая штука достаточно творческая. Здесь нельзя сказать, просто приехала к вам машина, подключитесь вот сюда, посмотрите, увидите что-то. Да вот нет, не увидим. Здесь нужно понимать такую вещь. Конечно, нам бы увидеть осциллограммку того здесь, во вторичной цепи, но если это невозможно, то в принципе мы можем что-то увидеть и вот тут вот. Можем что-то увидеть вот здесь. Эта осциллограмма является зеркалом осциллограммы вторичного напряжения. Поэтому, если нет возможности что-то посмотреть тут, мы подключаемся к кривичной цепи. Давайте обратим внимание вот на какую штуку. Посмотрите, пожалуйста, вот на эту схему. Я нарисовал модуль зажигания, ключ, и показал точку, в которой мы снимаем вот эту осциллограммку первичного напряжения. Есть системы, и таких систем достаточно много. Когда катушка объединена с коммутатором, я подрисую вот так пунктирной линией, вот это один узел. И вот эта точка оказывается запрятанной внутри коммутатора. И в итоге получается картина. Мы до нее добраться не можем, и нужно нам делать что-то другое. Что присутствует вот здесь? А здесь присутствуют ровные, красивые, прямоугольные импульсы напряжением 5 вольт. Почему 5 вольт? Потому что все цифровые блоки, в том числе и блок управления двигателем, оперируют именно таким напряжением. Если мы подключим щуп мотортестера вот сюда, то мы увидим осциллограмму вот такого плана. Причем размах импульсов этой осциллограммы составит 5 вольт. Вот такие 5-ти вольтовые импульсы. Хорошо, с первичной цепью более или менее понятно. Что со вторичной цепью? Во вторичной цепи в момент пробоя возникает электрический ток. Осциллограмма ее выглядит следующим образом. Я вот здесь, пожалуй, подрисую ее осциллограмму. Вот у нас ничего нет. Затем в момент возникновения тока в первичной обмотке, в момент замыкания первичной обмотки мы увидим вот такой бросок вниз. Затем напряжение нарастает. В момент, когда контакты размыкаются, когда контакты размыкаются, мы увидим высоковольтный импульс, затем происходит пробой искрового промежутка и начинается горение искры. Когда энергия в катушке закончилась, искра прогорела, мы видим затухающее колебание и опять все приходит на свое место. Вот об этой осциллограмме мы поговорим чуть позже. Пока что просто обозначил, что такая осциллограмма выглядит вот таким образом, как я ее здесь нарисовал. А сейчас давайте рассмотрим несколько конструкций вторичной цепи системы зажигания и посмотрим, как к ним подключиться мотор-тестером. Вот это я уберу. А здесь мы будем рисовать нашу вторичную цепь. На современном автомобиле вы можете увидеть по большому счету три конструкции вторичной цепи. Первичная вот она. Все. Теперь вторичная. Первая конструкция. Это конструкция с распределителем зажигания. Один вывод катушки подключается к массе, а второй вывод катушки подключается к распределителю на центральный провод распределителя зажигания. Внутри распределителя вращается бегунок и так или иначе отправляет высокое напряжение на соответствующий цилиндр. Вот одна свеча у нас. Вторая свеча. Наверняка вот такую систему вы много раз видели. Что здесь важно понять? Здесь важно понять такую вещь. Все четыре импульса высокого напряжения на всех четырех цилиндрах проходят где? Проходят вот тут вот. Они проходят через центральный провод вот этого распределителя зажигания. Поэтому датчик первого цилиндра, необходимый нам для синхронизации, мы подключаем к проводу первого цилиндра, в любом случае к проводу первого цилиндра. А датчик для съема напряжения мы подключаем один единственный и подключаем его вот сюда на центральный провод. На центральный провод. Этого достаточно. Мы используем в случае вот таких систем с распределителем, мы используем всего один датчик красного цвета для снятия осциллограммы. Итак, вот отсюда мы снимаем, а вот отсюда мы берем синхронизацию. Все очень просто. Почему автомобили с такими системами до сих пор попадаются на дорогах? Почему, скажем так, вообще они выпускались, вот такие вещи? То есть вроде бы уже в автомобиле присутствует электронный блок управления, вроде уже интеллект какой-то и вот такой распределитель. Потому что любому автопроизводителю сложно вот взять, бросить какой-то узел и сделать что-то новое на его место. Все делается постепенно. Ведь такая замена требует больших ресурсов. Перестраивать производство, переналаживать все оборудование, переучивать людей. Поэтому есть некие такие следы компромисса. Вы можете увидеть, когда автомобиль уже оборудован электронным блоком управления и, скажем, управление топливом осуществляется электроникой, управление углом осуществляется электроникой, но распределение высоковольтной энергии все еще по старинке вот таким вот распределителем. Вот таким распределителем. Потому что это экономически выгодно, потому что это позволяет сэкономить деньги на производство автомобиля. И вот такие вот компромиссные вещи вы можете увидеть на очень многих автомобилях. Такие вещи есть даже на автомобиле Mercedes где-то конца 80-х, начало 90-х годов, прошлого века. Когда углом опережения зажигания управляет блок, а распределение по цилиндрам осуществляется вот таким механическим распределителем, старым механическим распределителем. Итак, с такой системой понятно. С такой системой понятно. Есть еще один тип очень похожих систем, о которых я хотел бы сказать отдельно. В учебниках по электрооборудованию, в учебниках по системам зажигания я не нашел название правильного таких систем, я нашел его в интернете. Называются они следующим образом. представляют из себя следующую конструкцию. Распределитель зажигания, такой большой, массивный, у него внутри расположена и катушка зажигания, и коммутатор зажигания, и распределитель, бегунок. В итоге мы видим такую конструкцию. Я попытаюсь ее изобразить на доске. Вот он достаточно такой большой. Чаще всего достаточно такой, скажем, угловатый достаточно. А здесь у нас 4 вывода на цилиндры. Именно сюда одеваются высоковольтные провода и подключаются к цилиндрам. Ну, это двигатель. Вот такие конструкции, вот такие вещи проверять тем методом, который я только что вам описал, методом для систем с распределителем, нельзя. Не получится. Центральный провод здесь отсутствует. Фактически его нет. Он находится где-то внутри вот этой вот системы, внутри вот этого устройства. Как с такими системами работать? Как показывает практика, здесь совершенно явственно бывает виден такой выпуклый элемент. Это как раз высоковольтный, скажем так, проводник, расположенный внутри этого устройства. И если мы возьмем датчик, ну, емкостный или индуктивный датчик для коп-систем, то мы прекрасно осциллограммку здесь увидим. Отчего я вас хочу предостеречь? Ни в коем случае нельзя подключаться вот к этим проводам и делать какие-то далеко идущие выводы. Точнее, подключаться-то можно, но нужно понимать, что вы там увидите. Смотрите, какая ситуация. Бегунок распределяет высоковольтную энергию, высоковольтное напряжение вот там, внутри. И когда искра горит, то фактически между центральным выводом бегунка и выводом на цилиндр присутствует ток, присутствует проводник. Мы подключаемся к свече, вот в этот момент мы видим горение искры, но как только искра погасла, вот этот мостик прервался и мы больше не видим. ничего. А нам нужно увидеть напряжение вот здесь на катушке. Мы катушку уже больше не видим. Именно поэтому на осциллограмме высокого напряжения будут искажения. Если мы подключимся вот к этому проводу, мы увидим искажения. Итак, вот с такими системами мы работаем датчиками для коп-систем, поднося их вот к этому месту, где внутри трамлера находится высоковольтный проводник. Такие системы очень любили устанавливать на автомобили японские производители, массово устанавливались. Это 90-е годы, вторая половина, скажем так, 90-х годов, да, собственно, и первая тоже. И встречались они вплоть до начала 2000-х годов, нулевых годов, скажем так. Затем от этих систем также отказались, также отказались. Вот что касается особенностей работы при вот такой системе зажигания. Далее, следующая система, которую мы рассмотрим, это система ДИС. Итак, безраспределительная система зажигания ДИС. Что она из себя представляет? Я напомню, каждая катушка работает на пару цилиндров. Один вывод катушки подключен к свече зажигания, и второй вывод катушки также подключен к свече зажигания. Где мы снимаем осциллограмму? Мы снимаем ее вот в этих двух точках здесь и здесь. Так как направление тока в свечах отличается, то полярность импульса на одной свече будет положительная, на другой свече отрицательная. Поэтому мы при работе системами ДИС используем вот такие датчики и устанавливаем отдельно пару датчиков на каждую катушку зажигания. Красный датчик сюда, зеленый датчик сюда. Как нам узнать, какова полярность? Вот здесь и полярность здесь. При работе на практике мы прежде всего датчиком синхронизации черного цвета подключаемся к этому проводу, ну и подключаемся например к этому проводу. И мы видим на приборе, на корпусе прибора либо красный светодиод, либо зеленый. То есть мы видим полярность, каким датчиком мы должны подключиться. Мы используем датчики вот эти вот, датчики для систем дис, и например красным подключаем сюда, зеленый сюда. Таких катушек будет соответственно на каждую пару цилиндров. Если это четырехцилиндровый двигатель, то катушек будет две, если шестицилиндровый двигатель, катушек будет три, соответственно мы используем все вот эти датчики. Но если цилиндров больше, то датчики придется переставлять, снимать в разных цилиндрах по очереди. Но логика такая, мы подключаемся вот сюда и сюда. Датчик первого цилиндра мы подключаем на первый цилиндр двигателя. В программе обязательно нужно указать, где находится первый цилиндр. Вот что касается этой системы. Ну и самая, пожалуй, на сегодняшний день продвинутая система, которая используется массово на автомобилях, это система зажигания, которая называется катушка на свече, coil-on-lag или коп. Система коп, как она выглядит на схеме? Очень просто. Один вывод катушки зажигания вторичной цепи подключен к массе, а второй вывод к свече. что здесь важно? А важно следующее. Вот этой точки у нас нет. Мы никак не можем подключиться к вторичной цепи. Вот это мы не видим. Это мы не видим. Что делать в этом случае? в случае мы пользуемся датчиками для коп систем. Емкостным датчиком либо индуктивным датчиком. Начинать нужно с емкостного. Я скажу так. Работа с коп системами это достаточно творческий процесс. где-то вы можете увидеть скажем емкостным датчиком поднести его там сверху сбоку как-то поиграть вокруг катушки попытаться найти что-то. Если не получилось можно попробовать работать индуктивным датчиком. Что-то увидеть индуктивным. Если не получилось ни емкостным ни индуктивным вопрос к вам что будем делать? Ну я отвечу попытаемся посмотреть осциллограмму первичного напряжения и сделать выводы из нее из этой осциллограммы. Ну если ни первичная ни вторичная цепи недоступны бывает и такое то остается только метод подмены. Фактически что-то увидеть реально мы не можем. Ну хорошая новость заключается в том что таких двигателей очень очень мало. Как показывает практика практически всегда можно воспользовавшись датчиками для коп-систем так или иначе осциллограмму увидеть. Если не увидели смотрим ее по первичной цепи. Вот что касается работы с коп-системами. Я подведу итог и объединю это все. Три системы зажигания которые вы можете увидеть на современном автомобиле. Это система с распределителем это система типа DISS это система coil-on-plug система с распределителем мы одеваем датчик синхронизации на первый цилиндр и датчик красного цвета на центральный провод система DISS опять-таки датчик синхронизации на первый цилиндр и парные датчики на каждую катушку зажигания система коп мы используем датчики для системы coil-on-plug ну и если не получилось как-то не получилось проверить по высокому напряжению мы можем посмотреть напряжение в первичной цепи катушки это то что касается съема осциллограммы и разновидностей конструкции вторичной цепи зажигания а сейчас давайте поговорим о том как выглядит осциллограмма вторичного напряжения вот в этой вторичной цепи осциллограмма высокого напряжения вопрос очень важный здесь очень многое нужно понять сейчас я нарисую на доске эту осциллограмму расскажу основные моменты касающиеся этой осциллограммы а затем мы посмотрим осциллограммы неисправных катушек неисправных систем зажигания но это будет чуть позже ну что ж давайте нарисуем осциллограмму высокого напряжения и поучимся ее анализировать прежде всего я хотел бы сказать такую вещь что представляет из себя катушка зажигания это витки которые находятся достаточно близко друг другу такая катушка обладает индуктивностью и катушка обладает как ни странно еще и емкостью вот здесь присутствует буквально меж витковая емкость меж витковая емкость а что такое емкость плюс индуктивность это колебательный контур с частотой колебаний единица на корень из омега из л c колебательный контур что является аналогом вот такого колебательного контура ну применительно к нашей жизни например колокольчик колокольчик толкнули он зазвенел вот если вы запишите на микрофон звон колокольчика вот он звенит да вы записываете это на микрофон вы увидите что звуковое давление меняется приблизительно вот таким вот образом вот так выглядит звон колокольчика если его записать так вот если на катушку подать импульс напряжения она точно так же звенит точно так же возникают вот такие колебания и я для простоты понимания такие колебания тоже называю звоном то есть так и говорю катушка у меня звенит когда я на целограмме вижу вот такие вещи если же колокольчик вы разобьете будет трещина на колокольчике да ну вот он взял там треснул то никакого звона не будет вы по нему стучите он издает звук что-то типа звяк звяк такой да то есть что-то совсем вот такое коротенькое никаких вот таких длинных красивых колебаний не будет почему потому что колебательный контур нарушен колебания не распространяются они ведут себя примерно вот так то же самое присутствует в катушке зажигания если в катушке имеется межвитковое замыкание где-то виточки взяли и замкнулись между собой произошел пробой изоляции или она перегрелась что-то там расплавилась неважно важно то что внутри катушки произошел вот такой пробой вот это треснутый колокольчик извинит он точно так же как и треснутый колокольчик здесь точно так же на ссылограмме мы это увидим почему я об этом говорю потому что вот по этому признаку вот по этому по этим затухающим колебаниям мы судим в частности об исправности катушки зажигания об отсутствии короткозамкнутых витков внутри катушки вот учитывая это давайте нарисуем осциллограмму высокого напряжения как это осциллограмма выглядит ну прежде всего я рисую линию нуля осциллограмма относительно этой линии будем рисовать осциллограмму первый момент произошло замыкание контактов в первичной цепи в первичной цепи возникает ЭДС самоиндукции которая препятствует нарастанию тока это же ЭДС трансформируется скажем так во вторичной цепи вот в такой выброс напряжения небольшой выброс напряжения на любое воздействие катушечка отвечает звоном здесь мы увидим вот такие затухающие колебания затем по мере того как в магнитном поле катушки копится энергия напряжение здесь нарастает и в какой-то момент становится практически равным опять-таки нулю далее в момент когда в первичной цепи контакты размыкаются мы получаем высоковольтный выброс во вторичной цепи мы получаем высоковольтный всплеск вот это время когда катушка первичной цепью была подключена к массе и к питанию называется временем накопления энергии зачем нам это время нужно как диагностам фактически это время задается электронным блоком управления вот это задал электронный блок я скажу такую вещь это время зависит в частности от например от напряжения на аккумуляторной батарее каким образом чем ниже напряжение на аккумуляторе тем больше блок будет копить энергию здесь чтобы в итоге накопить одну и ту же энергию но что нас интересует мы должны вот это время накопления сравнить на всех катушках зажигания тем самым мы контролируем исправность электронного блока если вы видите такую картину например в одном цилиндре время накопления вот такое во втором такое а в третьем оно в два раза меньше с чего бы это возможно есть какой-то дефект внутри электронного блока управления вот это может быть скажем так это время конечно мы его не измеряем мы его ну мы с ним не заморачиваемся попросту говоря но сравнить его в разных цилиндрах мы должны дальше высоковольтный пробой высоковольтный всплеск если бы вторичная цепь не была никуда подключена там на свечку или на разрядник то это напряжение вело бы себя так мы бы увидели вот такую картину мы бы увидели вот этот самый звон катушки но так как катушка подключена на искровой зазор мы вот этого звона вот такого большого не увидим а увидим очень интересную вещь в какой-то момент в какой-то момент когда напряжение достигнет напряжения пробоя происходит пробой искрового промежутка в свече и напряжение резко падает начинается горение искры начинается горение искры вот это напряжение уже называется напряжением горения Итак, напряжение пробоя, напряжение горения. Какое-то время искра горит, затем энергия, запасенная в катушке, заканчивается и происходит размыкание цепи. Пропадает искра, все. И в этот момент, вспоминайте, на каждую вот такую вещь катушка реагирует звоном. Мы видим здесь вот такие вот колебания. Вот в этот момент ток прекратился и мы увидели колебания на катушке. Вот здесь очень важный и интересный момент. Смотрите, энергия, запасенная в катушке, расходуется на пробой и на дальнейшее горение. Чем выше оказалось напряжение пробоя, тем больше потратилась энергии на этот пробой. Ну, например, мы резко открыли дроссельную заслонку. Возросло наполнение цилиндров и возросло напряжение пробоя. Так вот, чем больше энергии ушло вот сюда, тем меньше энергии осталось на горение. Поэтому вы можете такую вещь совершенно четко увидеть. Высокое напряжение пробоя, небольшое время горения. И наоборот, если напряжение пробоя небольшое, то искра горит, 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 горит и где-то вот здесь только начинаются колебания. Вот это важный момент, это нужно понимать. Ну что ж, дальше у нас горит искра и искра обрывается. Самый важный параметр для нас, как для диагностов, это время горения искры. Время горения искры. Вот от сих до сих это время горения. Я даже назову цифры. Я назову цифры. Время горения на, скажем так, хороших системах составляет порядка полутора миллисекунд. Полторы миллисекунды. Ну, эту цифру вы совершенно реально увидите. В принципе, неплохо, если хотя бы одна миллисекунда. Меньше миллисекунды, это уже на самом деле проблема. Это либо недостаточной энергии запасается в катушке, либо, может быть, есть какой-то другой дефект. Может быть, высоковольтные провода имеют более высокое сопротивление, чем это нужно бы. Одним словом, для нас важно увидеть, сколько времени горела искра. Чем дольше она горит, тем выше вероятность того, что она подождет смесь. Если искра горела меньше, ну, скажем, 0,5-0,6 миллисекунды, то такая искра смесь не подождет. Казалось бы, парадокс. Бензин есть, искра есть, воспламенения не будет. Почему его не будет? А потому, что энергии вот этого времени горения искры попросту не хватило, чтобы качественно поджечь смесь. Хорошие системы, надежные системы, например, на автомобилях Mercedes обеспечивают время горения до 2-2,5 миллисекунд. Вот столько времени горит искра в цилиндре. Такая искра подожгет смесь с очень-очень высокой вероятностью. Одним словом, я еще раз обращаю ваше внимание. Нас, как диагностов, интересует время горения. В основном вот этот интересует параметр. Почему нас не интересует напряжение пробоя? Потому что это напряжение зависит от целого ряда факторов. От давления в цилиндре в этот момент, от состава смеси в цилиндре в этот момент, от угла опережения зажигания, от свечи, от зазора на свече, от материала электродов свечи. Одним словом, очень длинный список факторов, от которых зависит напряжение пробоя. Поэтому я вам скажу такую вещь. На холостом ходу напряжение пробоя изменяется от 5 до 20 киловольт. 5-20 киловольт. И это нормально. Нельзя сказать, что 5 это мало, а 20 это много. Оно может меняться как угодно, и все это будет нормой. Сложно что-то сказать по значению напряжения пробоя. Но как мы им пользуемся? Мы можем сравнить его по цилиндрам. Если мы явно видим, что в трех цилиндрах оно порядка 15 киловольт, а в одном оно 25 киловольт, вот тут нужно задуматься, что за проблема в этом цилиндре. Далее, как мы выполняем проверку системы зажигания. Мы подключили датчики на высоковольтные провода или мы подключили датчики к КОП-системе. Затем нужно резко открыть дроссельную заслонку. В этот момент происходит наполнение двигателя воздухом, пробивное напряжение поднимается, нагрузка на систему зажигания растет и все дефекты, что называется, вылезают наружу. Но вы наверняка даже слышали это буквально на слух. Дергаем дроссельную заслонку и совершенно четко слышим, что цилиндры у нас стали пропускать воспламенение. Ну да, можно сделать это на слух, но в реальности мы это делаем мотор тестером и прекрасно в этот момент видим, как искажается при этом наша осциллограмма. Давайте еще раз взглянем на эту осциллограмму. Время накопления, высоковольтный пробой, горение, время горения, горение закончилось и колебания. Если вы видите, что вот этих затухающих колебаний нет, а здесь что-то типа вот такой вот горочки, то это первый признак того, что мы имеем краткозамкнутые витки в катушке. Ну, чтобы было более понятно и более наглядно, давайте посмотрим несколько осциллограмм. Я буду буквально показывать их и пояснять, что мы на этих осциллограммах видим. Вот эта осциллограмма снята в том случае, когда используется модуль зажигания. Голубые импульсы и желтые импульсы – это импульсы с электронного блока управления. Система DIS. 1-3-4-2. Вот вам, пожалуйста, катушка 1-4, катушка 2-3. Пятивольтовые импульсы с блока и вот такие красивые импульсы высокого напряжения, импульсы во вторичной обмотке. Давайте более подробно рассмотрим его так растяну. Вот оно пошло. Накопление, колебания, то о чем я говорил. Затем накопление энергии в катушке, момент пробоя, сколько было в этот момент киловольт? 14,5 киловольта. Замечательно. Затем горение искры и вот в этот момент, на который я буквально показываю сейчас курсором, искра погасла. Вот оно пошло, затухающее колебание. Вот так себя ведет осциллограмма исправного двигателя, исправной системы зажигания. А вот это осциллограмма дефектной системы зажигания. Посмотрите, я выделяю один импульс. Опять-таки мы видим здесь все наши атрибуты, то что мы видели на осциллограмме. Колебания, накопление энергии, пробой, горение искры и угасание искры. Но на соседнем цилиндре что мы видим? Накопление, пробой и фактически никакого звона не было. После угасания искры звона не было. Была вот такая горка. Ради любопытства давайте поставим линейки и измерим время горения. Оно составило 365 микросекунд, то есть попросту говоря 0,36 миллисекунды. Это очень мало, очень мало. На исправном цилиндре время горения составило, я его измерю. Вот время горения 1,15 миллисекунды. Вот оно, наше время горения. Вот это исправный цилиндр, а вот это тоже неисправный. Давайте посмотрим, что у нас было здесь. То же самое. Искра горела всего 470 микросекунд. Вот этот импульс не в состоянии поджечь топливно-воздушную смесь. Это дефект. Вот четыре импульса в режиме растер, расположенные друг над другом. Посмотрите, время накопления примерно совпадает во всех цилиндрах. Но катушка 1,4 неисправна. Если в катушке 2,3 мы затухающие колебания видим, то в катушке 1,4 мы их попросту не видим, они отсутствуют. Вот такая горочка. И если присмотреться, то можно обнаружить, что в исправном цилиндре искра горела дольше. У нас в первом цилиндре искра погасла вот здесь, куда я показываю. А скажем, в третьем цилиндре она погасла только лишь вот здесь. То есть искра горела дольше. Ну и невооруженным взглядом видно отсутствие затухающих колебаний. Вот еще одна интересная целограмма. Здесь свеча была покрыта маслом. Вот это исправный цилиндр. Давайте посмотрим время горения. Время горения здесь 1,46 миллисекунды. Очень хорошее время горения. А вот здесь свеча была покрыта маслом. Высоковольтного пробоя как такового не было. Вся энергия просто стекла по этому маслу, по нагару. Если вы видите вот такую целограмму, то сразу понятно, что какая-то проблема есть. Вот целограмма следующего цилиндра. Вот такие всплески, какие-то шумы, это турбулентности в цилиндре, турбулентности воздуха. В какой-то момент напряжение может даже подпрыгнуть, может вот так вот изменяться. Не пугайтесь, это нормальное явление. Шумы на полке горения вот здесь. Импульсы на полке горения это нормальное явление. А вот так выглядит пробой высоковольтного наконечника на осциллограмме. Какие-то совершенно нездоровые шумы в момент пробоя и совершенно отсутствует нормальное время горения. время горения было 440 микросекунд. Это не нормальное такое время не в состоянии поджечь. Система ГИС. 1, 3, 4, 2. Совершенно очевидно, что 1, 4 в этой паре наблюдается дефект. Напряжение пробоя составило 31 киловольт. Это очень много. Это очень много. Ну, как видим, никакого горения не было совсем. Горения фактически не было совсем. 125 микросекунд это не горение, это вообще ничего практически не было. Дефект заключался в обрыве высоковольтного провода. Вот это очень интересная осциллограмма. Это так называемое многоискровое зажигание. Она снята была на автомобиле Ford Focus. Посмотрите, на холостом ходу, когда частота вращения низкая и когда времени у нас много, мы успеваем отправить две искры друг за другом. Опять-таки, с целью увеличить вероятность воспламенения смеси. 1 миллисекунду горела первая искра и чуть больше 1,13 горела вторая искра. Но здесь есть проблемный участок. Вот он. Вот это тоже не нормально. Вот это обрыв высоковольтного провода. Так же был обрыв высоковольтного провода. В дополнительных материалах к курсу есть иллюстрации, которые поясняют принцип анализа вот этой осциллограммы. Откройте эти иллюстрации, посмотрите на них и еще раз повторите то, о чем мы с вами говорили сегодня. А сейчас давайте подойдем к автомобилю и снимем осциллограммы в двух случаях. В случае системы DIS и в случае системы COIL-ON-PLUG. Классическую систему с распределителем я показывать не буду. Во-первых, таких машин мало, а во-вторых, это слишком просто. Там нужно всего лишь установить один датчик. Но систему DIS и систему COG мы с вами сейчас рассмотрим. Давайте подведем итог нашему сегодняшнему занятию. Системы зажигания мы проверяем двумя способами. По первичной цепи и по вторичной цепи. В первичной цепи мы должны подключиться к тому месту, где первичная катушка замыкается на массу. Во вторичной цепи мы можем увидеть три конструкции. Это классическая конструкция с распределителем. Затем система DIS и система COIL-ON-PLUG. Можем также увидеть распределитель, содержащий внутри себя катушку зажигания. Соответственно, у него нет центрального высоковольтного провода. Мы рассмотрели, куда в этих случаях подключаются датчики. Рассмотрели осциллограмму первичного напряжения и осциллограмму вторичного напряжения. Ну что ж, я надеюсь, для вас не составит труда подключить прибор и провести диагностику системы зажигания с помощью мотор-тестера AutoScope 4. Удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok